Здравствуйте, уважаемые слушатели онлайн-курса физическое металловедение. На прошлом занятии мы закончили разбирать тему правила фаз гипса. Сегодня познакомимся с механизмом процесса кристаллизации. Процесс образования в металлах кристаллической решетки называется кристаллизацией. Процесс кристаллизации металла это фазовый переход от жидкого состояния к твердому, при котором атомы или молекулы металла выстраиваются в определенном порядке, образуя кристаллическую структуру. Этот процесс может происходить в несколько этапов. Первая зародышевая стадия. В этой стадии начинают формироваться первичные кристаллические зерна. Они образуются из-за конденсации атомов или молекул металла в определенной области жидкости, которая называется зародышем. Факторы, такие как неровности поверхности, примеси, температурные градиенты, могут способствовать образованию большого количества зародышей. Второй процесс это рост кристаллических зерен. Зародыши, образовавшиеся на первом этапе, начинают расти за счет диффузии атомов или молекул из окружающей жидкости на их поверхность. Это приводит к увеличению размера кристаллических зерен. Рост зерен может происходить по различным механизмам, включая поверхностную диффузию и объемную диффузию. Следующий этап – конкуренция между зернами. В процессе роста кристаллических зерен может возникнуть конкуренция между ними за атомами или молекулы из жидкой фазы. Это приводит к конкуренции за ресурсы и формированию структурных дефектов, таких как границы зерен и дислокации. И окончательный процесс – это окончание кристаллизации. Процесс кристаллизации завершается, когда все атомы или молекулы жидкой фазы превращаются в твердую фазу, твердую кристаллическую структуру. При этом образуется структура с определенной ориентацией кристаллических зерен, которая определяется условиями кристаллизации и свойствами металла. Механизмы кристаллизации металла могут быть сложными и зависят от различных факторов, таких как химический состав металла, скорость охлаждения, наличие примесей, присутствие механических напряжений. Понимание этих механизмов важно для контроля структуры и свойств получаемого материала. Для изучения процесса кристаллизации строят кривые охлаждения металлов, которые показывают изменение температуры во времени. На рисунке приведены кривые охлаждения аморфного и кристаллического вещества. Затвердевание аморфного вещества происходит постепенно, без резко выраженной границы между жидким и твердым состоянием. На кривой охлаждения кристаллического вещества имеется горизонтальный участок с температурой Т-критическая, которая называется температурой кристаллизации. Наличие этого участка говорит о том, что процесс сопровождается выделением скрытой теплотой кристаллизации. Длина горизонтального участка – это время кристаллизации. Кристаллизация металла происходит постепенно. Она объединяет два процесса, происходящих одновременно – возникновение центров кристаллизации и рост кристаллов. Как происходит этот процесс, схематично представлено на слайде. По мере развития процесса кристаллизации в нем участвует все большее и большее число кристаллов, поэтому процесс вначале ускоряется до тех пор, пока в какой-то момент взаимное столкновение растущих кристаллов не начинает заметно препятствовать их росту, который замедляется, так как жидкости, в которой образуются новые кристаллы, становятся все меньше. В процессе кристаллизации кристалл, окруженный жидкостью, имеет правильную форму. Но по мере столкновения и срастания кристаллов, их правильная форма нарушается и оказывается в зависимости от условий соприкосновения растущих кристаллов. На слайде показан рост кристаллических зерен в секундах. Кристаллы неправильной формы называются кристаллитами или зернами. Внутри каждого зерна имеется определенная ориентация кристаллической решетки, которая отличается от ориентации решеток соседних зерен. Схема этих кристаллитов представлена также на слайде. Разная ориентация кристаллических зерен в металлах и сплавах обусловлена процессами, происходящими во время их образования и последующего термического воздействия. Основные причины различной ориентации кристаллических зерен включают в себя процессы кристаллизации, когда металл или сплав затвердевают из расплава или раствора, кристаллические зерна начинают формироваться изначально в случайной ориентации. Это связано с тем, что при кристаллизации молекулы металла или сплава начинают упорядочиваться кристаллическую структуру, и начальное положение каждой кристаллической ячейки определяется случайными факторами. Воздействие окружающей среды. Ориентация кристаллических зерен также может быть под влиянием окружающей среды во время формирования материала. Например, если металлический сплав охлаждается в присутствии напряжений или наличия каких-либо препятствий, это может привести к предпочтительному ориентированию зерна в направлении, минимизирующем эти напряжения или препятствия. Таким образом, различная ориентация кристаллических зерен в металлах и сплавах обусловлена комплексным воздействием различных факторов, включающих условия кристаллизации, воздействие окружающей среды, тепловую обработку и механические воздействия. Уважаемые слушатели, сегодня мы начали изучить механизм процесса кристаллизации. Поскольку данная тема очень обширна, мы продолжим ее изучение на следующем занятии. В процессе подготовки к лекции были использованы материалы, ссылки на которые вы сейчас видите на слайде.